Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы будем готовить сыр Звенигородский. Это очень простой рецепт сыра, причем срок вызревания его до момента, когда его можно употреблять в пище, достаточно короткий. 10-15 дней вызревания и сыр можно будет кушать. Также его можно будет оставить на более длительное созревание от бесяца, покрыв латексом. Этот рецепт сыра, как я уже сказал, очень простой и я очень рекомендую начинающим сыроделам начинать со Звенигородского. Это может быть даже первый полутвердый сыр, который вы сварите. Он несколько похож на российский, но немножко отличается процессом температурными паузами и процессом приготовления сырного зерна. Ну и, соответственно, он получается немножко другой. Значит, что нам понадобится? В первую очередь мы используем вот такую вот промышленную водяную баню. Можно использовать просто две кастрюли. Одну кастрюлю вставляем в другую и в большую кастрюлю наливаем водички так, чтобы дно внутренней касалось воды, налитой во внешнюю. И таким образом получаем классическую водяную баню. Мы будем готовить из 20 литров молока, но можно готовить из 10 литров молока. Ориентировочно из 10 литров молока у вас получится килограмм сыра плюс-минус. Значит, мы используем фермерское молоко. Молоко должно быть, должно ночь простоять. То есть, вот у нас молоко вечерней дойки и как бы нельзя использовать молоко сразу же после коровы. Как минимум 12 часов оно должно простоять. Должны подняться сливки. И, в принципе, в этом рецепте сливки можно не снимать. Но мы снимаем половину сливок, потому что, ну, мне жалко. Мы готовим из них сметану, готовим масло. Кстати, у нас есть видеоматериалы на тему, как из сливок приготовить сметану и как приготовить домашнее масло. Все очень просто, поэтому можете посмотреть эти ролики и тоже, как бы, немножко снимать сливочки. И, таким образом, ну, получать несколько продуктов. Ну, а, соответственно, как вы знаете, потом из сыворотки можно приготовить еще сывороточный сыр рикотта. Поэтому приготовление сыров достаточно такой безотходный процесс. Мы выжимаем из молока практически все, что можно. И получаем вкусные домашние продукты. Значит, что нам еще понадобится из оборудования? Понадобится вот такой вот термопетр, который можно закрепить на край кастрюли. Это очень удобно для того, чтобы контролировать температуру. Если у вас нет такого термометра, можно, конечно, использовать обычный кухонный щуп. Но придется постоянно его держать. Нам надо будет контролировать температуру молока. Это очень важно. И, конечно, такой термометр, который крепится на край кастрюли, удобнее. Нам понадобится мангвичка для того, чтобы процедить молоко. И друшлаг. Также, для того, чтобы резать сырный сгусток, нам понадобятся две вещи. Можно использовать вот такую лиру, очень удобно ей резать сгусток. Купить ее можно в интернет-магазине 413.com.ua Или в других интернет-магазинах, как бы продаются для домашнего сыроделия, такие небольшие лиры. И понадобится шумовка. Помимо этого, друзья, мы купили готовые наборы в магазине закваскин.com, в интернет-магазине. Готовые наборы ферментов и заквасок, которые именно для этого сыра. То есть, готовый набор для звенигородского сыра. Но я могу несколько слов сказать. Значительно экономнее покупать отдельно ферменты, отдельно закваски. Значит, что касается закваски. Закваска на 10 литров молока используется 2 грамма закваски. Закваска смесь термофильной и мизофильной закваски. То есть, это отдельная культура. Называется она МА-11. Можно просто использовать полграмма термофильной и полграмма мизофильной закваски. Также мы используем сычужный фермент животного приготовления. На каждые 10 литров молока нам понадобится полграмма фермента. То есть, мы на 20 литров, соответственно, 1 грамм фермента. И нам понадобится половина чайной ложки хлористого кальция. Хлористый кальций используется для того, чтобы больше отделялся сгусток. Больше использовалось, больше как бы был полезный, ну, грубо говоря, полезный эффект в молоке. То есть, мы получим больше сырного зерна, если будем использовать хлористый кальций. Его используют в промышленных условиях. Он достаточно безвредный, насколько я понимаю. Но мы его используем не всегда, но в данном случае, чтобы получить больше сыра, больше готового продукта, попробуем использовать. Ну, собственно говоря, вроде бы все я сказал. Формочка. А, формочка. Да, еще нам понадобится формочка. Вот. О чем-то я забыл. Формы для сыра. Как бы у нас форма сразу же на 2 килограмма. Если вы готовите из 10 литров молока, соответственно, можно использовать меньшую форму на 1 килограмм. Ну, и в первую очередь, начнем с того, что снимем с молока сливки. Сейчас Лариса покажет, как это правильно сделать. Снимаются сливки с молока достаточно просто. Когда молоко простояло 12 часов, сливки поднимаются наверх. И вот вы видите, какие они сметанистые, они очень густые. Сверху в баночке, если вы видите, слой более желтого молока, вот это и есть сливки. Для некоторых сыров, для сыров, которые выдерживаются очень долго, выдержанных сыров, твердых сыров, сливки с молока собираются полностью. Но в данном случае, это, ну, сам по себе звенегородский сыр готовится очень просто. Реально очень простой рецепт. И, ну, по-моему, один из самых простых рецептов, которые мы делали. Решили его попробовать. Вот. Сливки можно вообще не снимать, а можно снять частично. Но я рекомендую всегда снимать частично сливки, потому что, ну, опять же таки, в сыре от них толку мало. Какого-то там большого количества прироста, количества сыра мы не получим. Но зато мы теряем домашнюю сметану и теряем домашнее масло, которое мы можем сделать из этих сливок. Я думаю, достаточно. Да. Оставлю немножко для сырочка. Вот таким вот образом. Теперь, друзья, так как молоко у нас домашнее, нам надо его процедить. Если вы используете, ну, мы используем молоко, берем их постоянно у одних и тех же фермеров, они проверенные. То есть молоко чистое, мы в этом уверены. Мы его не пастеризуем. Но все-таки процеживаем, потому что в процессе дойки иногда бывает такое, что в баночку попадает какой-то мусор, какая-то соломинка, какой-то листочек. Вот чтобы этот листочек потом неожиданно не оказался в сыре, мы молоко процедим. Процеживаем его достаточно просто. Берем марлечку, кладем ее в дуршлачок и просто через эту марлечку проливаем все молоко. Ой, какая вкуснота! Какое молоко вкусное в последнее время. Видимо, травы какие-то очень насыщенные сейчас. У нас сыры, которые мы готовим в последнее время, пахнут медом. Удивительный эффект. Но действительно, молоко очень ароматное. Сейчас выпью стаканчик. Мы процедили все молочком. И теперь надо включить нагрев. То есть, если вы готовите в кастрюльке, поставить кастрюльку на медленный огонь. Мы же готовим в промышленной водяной бане, поэтому мы выставляем сразу же температуру 32 градуса. Внимание! Нам молоко нужно, наверное, догреть до температуры 32 градуса. Не делайте большой огонь, чтобы молочко равномерно нагревалось. Время от времени его можно перемешивать, потому что снизу будет температура немножко больше, чем сверху. На водяной бане конвекция происходит не очень активно, поэтому лучше его перемешивать. Итак, дожидаемся, чтобы молоко, температура молока у нас достигла 32 градусов по Цельсию, друзья. Наше молочко, друзья, нагрелось до 32 градусов и настало время внести закваску. Как я уже говорил, мы используем закваску из готового набора. Но вообще, это смесь термофильной и мизофильной закваски в соотношении 50 на 50. Рассыпаем закваску по поверхности молока и даем ей где-то минуту регидрироваться, чтобы она не взялась комочками. Если ее сразу размешивать, она может взяться комочками и не совсем размешаться. Поэтому таким вот образом размешиваем, рассыпаем по поверхности молока, даем постоять где-то минутку, чтобы она напиталась влагой. И после этого тщательно перемешиваем. Причем слово «тщательно» здесь ключевое. То есть перемешиваем движениями и по кругу, и сверху вниз, чтобы равномерно распределить закваску, чтобы она равномерно распределилась по всему объему молока. Иначе эффект будет не достигнут. И при этом оставляем температуру поддерживать 32 градуса, накрываем наше молочко крышечкой и оставляем его на 60 минут. То есть ничего не трогаем, ничего после этого не мешаем, просто даем ему 60 минут. Оно у нас стоит при температуре 32 градуса. Важно поддерживать постоянную температуру, чтобы она не менялась и ни в коем случае не прыгала, не поднималась, не опускалась. Итак, друзья, мы хорошенько перемешали молочко и увидимся через 60 минут. Прошло 60 минут, друзья, и мы заранее подготовили хлористый кальций и сычужный фермент. И то, и то мы развели в 50 мл водички, холодной, кипяченой, не хлорированной воды. Хлористый кальций мы взяли пол чайной ложки из расчета на 10 литров молока. На 20 литров молока. То есть на 10 литров молока надо 1,25 чайной ложки. Выливаем хлористый кальций и хорошенько перемешиваем все. Через минуту-две можем вносить сычужный фермент, тоже заранее разведенный в 50 мл воды. Вносим сычужный фермент и тоже все хорошо перемешиваем. И тут, друзья, следующим этапом нам надо будет определить точку флокуляции. То есть точку начала образования сгустка. После этого, с момента, когда мы внесли фермент, мы должны включить секундомер, чтобы он нас отсчитывал время. Это время нам понадобится впоследствии для того, чтобы определить точное время образования сгустка. Временной коэффициент мы будем использовать 3,5 для этого сыра. То есть от точки начала образования сгустка, это у нас контрольная точка, сейчас мы ее определим, мы все время умножаем на 3,5 и это и будет время образования сырного сгустка. Сейчас покажем вам, друзья, как определить точку флокуляции или точку начала образования сырного сгустка. В это время, после того, как мы внесли фермент, нам надо поднять температуру на 2 градуса, то есть до 34 градусов. Поэтому я включил нагрев в нашей водяной бане. Если вы готовите в кастрюле, то включите медленный огонь, но главное постоянно следить, чтобы температура не поднялась выше. Тут каждый градус должен быть точно, все точно выдержано. То есть после внесения фермента поднимаем температуру до 34 градусов. Вот, друзья, прошло 15 минут и начал образовываться сгусток. Видите, крышечка прилипла, то есть она не проворачивается. Теперь мы используем мультипликатор, так называемый, то есть временной коэффициент. Умножаем 15 на 3,5, получается 55 минут. И нам надо ждать до конца образования сгустка 55 минут от того времени, как мы внесли ферменты. Ну, собственно говоря, оставляем сыр в покое. 15 минут уже прошло, значит должно пройти еще 40 минут. И через 40 минут приступим, ну, во-первых, протестируем сгусток на чистое отделение. И, во-вторых, приступим к порезке сгустка. Прошло 55 минут и проверим сгусток на чистое отделение. Чистое отделение, как бы, ну вот просто сейчас видно, что он отошел от стенок. Делаем разрез. Если на нож ничего не прилипает, и сгусток хорошо режется, вот он должен резаться именно чистенько. И, как бы, сгусток остал от стенок, покажи, пожалуйста, и между стенкой и сгустом проступил слой сыворотки. Значит, он готов. И настало время его резать. Сгусток вначале ножом. Ну, в принципе, если у вас нет лиру, то его, по большому счету, можно порезать ножом. Режем его вначале вдоль, прорезая полностью всю толщу до самого донышка. И затем поперек. Вот таким вот образом, на кусочки, где-то полтора-два сантиметра. После этого у нас получились такие вертикальные брусочки и порежем их лирой. Если у вас нет лиры, то просто режем ножом по диагонали кастрюли. С одной, со второй, с третьей и четвертой стороны. Лирой это делается значительно проще. Вот таким вот образом. И у нас получаются ровненькие кубики. После этого, друзья, включаем нагрев. Но нагрев включаем очень медленный. Нам надо сгусток, ну, вот эти вот уже порезанный сгусток, мешать в течение 30 минут, чтобы он не слипся. Мешаем шумовочкой и нагреваем. В течение этих 30 минут нам надо догреть его до 39 градусов. Вот я тоже включил нагрев. Начинаем мешать? Да, и начинаем мешать. Причем мешать надо непрерывно, не сильно его. То есть не перемешивать, а именно помешивать. Вот таким вот образом, чтобы он не слипся в один комок. Но в то же время, чтобы не разбить вот эти вот, само зерно, не разбить. Если попадаются большие куски, то вот так вот шумовочкой, оббортик их нужно разрезать. Засекаем время и оставляем Ларису на полчаса мешать сгусток. Друзья, Лариса полчаса мешает зерно. Имеет оно вот такой вот вид. Покажи, пожалуйста, вот такое вот. И теперь на полчаса оставляем его в покое, но не совсем в покое, а помешиваем. Я думаю, каждые 5-7 минут перемешиваем, чтобы оно не слиплось. Это одно из отличий от российского. И второе отличие от российского сыра, то, что в российском сыре понижается кислотность, то есть отбирается часть сыворотки и добавляется чистая вода. Здесь этого не делается. В общем, оставляем на полчаса, засекаем время и каждые 5-7 минут периодически помешиваем его. Прошло полчаса, сгусток уплотнился. Вот покажи его, пожалуйста. То есть если он был изначально как холодец, то сейчас он такой уже достаточно твердый, немножко поменял вкус и пожелтел. Теперь, друзья, для того, чтобы достать сгусток, выложить его в форму, нам надо отобрать сыворотку. Берем ковшик и с помощью ковшика отбираем сыворотку. Из сыворотки потом можно сделать чудесный сывороточный сыр рикотта, использовать его для чизкейка, или же сделать из него прекрасную помазанку для хлеба, такую, ну как сырную массу. Можно с чесночком, можно с паприкой, можно с зеленью. В общем, очень много вариантов. Если вы не знаете, как сделать рикотту, у нас на канале есть видео в разделе сыры, называется «Рикотта-сывороточный сыр». Делается очень просто. Ну и, собственно говоря, таким образом мы получаем, ну вот из этой сыворотки получим еще, наверное, полкилограмма рикотты. Мы отобрали часть сыворотки, так что, видите, показалось зерно. Теперь берем ложку соли с горкой. Обязательно следите за тем, чтобы соль не была едированная, иначе она убьет сыр. И, друзья, перемешиваем его тщательно. И будем выкладывать в форму. Пока Лариса будет выкладывать сыр в форму, я расскажу, как приготовить рассол. Так как после того, как сыр у нас спрессуется, его надо будет засолить в рассоле. Можно приготовить рассол и использовать его несколько раз. Главное – переливать его потом в чистую баночку и хранить в холодильнике. Готовим форму, друзья. На дно формы ложим коврик дренажный. И начинаем выкладывать сырное зерно в форму. Итак, для того, чтобы приготовить рассол для засолки сыра, надо взять 4 литра воды, довести до кипения, растворить в ней килограмм каменной соли. После этого рассол надо остудить до комнатной температуры и обязательно процедить через несколько слоев марли, потому что в соли очень много мусора. После этого добавляем 5 мл 6% раствора уксуса и 5 грамм сухого хлористого кальция. Тщательно все это перемешиваем и рассол готов. Чуть позже, когда мы спрессуем сыр, расскажем, как его засолить и на какое время, друзья. А пока выкладываем наш сыр в формочку. Поместили весь сыр в форму и теперь его надо притрамбовать немножко рукой. Разровнять, да. Ну, разровнять, притрамбовать. И теперь, друзья, поставим его под пресс. Мы используем вот такой вот самодельный пресс. Он состоит просто из двух панелей и направляющих. Ты сразу поставь сыр на поддончик, наверное, как ты сейчас будешь переносить. Ну, таким вот образом. И ложим сверху груз 5 кг. Через час нам надо будет сыр перевернуть и увеличить груз. Поэтому, друзья, увидимся через час. Прошел час, друзья, и настало время перевернуть наш сырочек. Доставай. Я держу? Да. Сейчас надо его вытрясти из формочки. А это всегда процесс веселый. Можно сюда ставить? Ну, ставь, только оно в крыло. Сливаем всю сывороточку, которая тут собралась. Что-то на поршне какие-то кусочки сыра остались. И теперь, друзья, надо его вытрясти из формочки. И переложить другой стороной. Перевернули сырочек с помощью двух поддончиков. Сверху теперь положили коврик. Надеваем на него сверху форму. И вот так вот переворачиваем. И оп, он у нас в уоле, так сказать. Он у нас в форме. И опять ставим, друзья, под пресс. Чик. 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 И после этого будем отправлять наш сырочек на засолку. Спрессовался наш сырок, друзья. Давайте его взвесим. 1900 грамм. Отлично. Но я, конечно, рассчитывал, что будет больше. Я рассчитывал, что будет килограмма два головка. А? Получилось то, что получилось. Интересно. Вот так. Все равно. И, друзья, теперь нам надо наш сырок отправить на засолку. Я немножко обускуражен весом. Потому что рассчитывал, что головка будет около двух килограмм. Даже думал, что может и больше будет. Получилось 1900 грамм. Я думал, что где-то 2200, 2300. Какой-то он легенький такой. Отправляем наш сыр на засолку. Из расчета 6 часов на каждые полкилограмма сыра. То есть 18, но, в принципе, от 15 до 20 часов мы его можем солить. Все зависит от того, насколько соленый вы сыр любите. То есть мы отправляем его на 18 часов на засолку. А после этого я расскажу, друзья, как выдерживать наш сырок. Как его, как бы, ну, в каких условиях он будет вызревать. И когда его можно будет пробовать. Погружаем его в соляной раствор. И раз где-то в 3-4 часа. Вот видите, он, не покажу так, он плавает. Раз в 3-4 часа переворачиваем его. Для того, чтобы он равномерно просолился с обеих сторон. В следующее утро, друзья, достаем наш сырок из рассольчика. Он полностью просолился. И я вам сейчас расскажу, как его отправить на вызревание. Значит, в первую очередь, в течение 5-6 часов обсушиваем его при комнатной температуре, чтобы он стал полностью сухой. То есть, ложим на решеточку, ну, на любую решеточку и переворачиваем. Каждый час переворачиваем, собственно говоря, чтобы он хорошо обсох. После этого его можно завернуть в пергаментную бумагу. Или же поставить в контейнер и отправить в холодильник. Вызревать он должен минимум неделю. При температуре где-то 8-10 градусов по Цельсию. И желательно, чтобы влажность была 70%. Поэтому я и говорю, чтобы он не высыхал в холодильнике, если у вас нет камеры для вызревания сыров, то лучше его держать либо в контейнере, либо в пергаментной, ну, в кулинарной бумаге. После этого сыр будет, то есть, через неделю он будет готов к употреблению. Если вы хотите его на дольший срок вызревания оставить, можно его оставить, допустим, на месяц. Он будет значительно вкуснее, будут раскрываться его вкусовые качества. Сыр будет созревать. Ну, как и любые сыры. Можно его покрыть латексом. Как покрыть сыр латексом на нашем канале, есть отдельное видео. Либо можно поместить в пластиковый пакет для вызревания. Специальные пакеты для вызревания сыра продаются на всех сайтах, которые посвящены сыроделию, друзья. Ну, собственно говоря, рецепт достаточно простой, как я уже говорил. Я думаю, что любой начинающий сыровар справится со звенигородским сыром совершенно нормально. Достаточно. Я в свое время начинал значительно с более сложных рецептов. Мне хотелось сразу же сделать какие-нибудь крутые сыры, именитые. Ну, и, собственно говоря, конечно, прошел через ряд неудач и разочарований. Этот рецепт очень простой, и он получится даже у начинающего. Поэтому, друзья, желаю вам, чтобы у вас звенигородский сырок получился. Надеюсь, что наше видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok